Переходим к вопросам. Такая неформальная история. Я буду теперь тебя мучить. Я записал себе вопрос. Чем тебе запомнился 2016 год? Он же уходит и надо понять, что в память такое всплывает. Ну, из недавних историй то, что, вы знаете, мы учимся и развиваемся, когда сталкиваемся с чем-то неожиданным. И для меня было неожиданным. Две недели назад мне рассказали про один из наших проектов портфельных. Проект называется «Staffery». Ребята делают вроде бы простую вещь. Они занимались, вообще выросли, занимались рекрутингом, подбором персонала. То есть компании, например, торговая сеть или любая другая компания могли заказать им подбор, например, кассиров в супермаркете. И ребята, значит, занимались как-то там аутсорсингом, каким-то этого, значит, рекрутинга. Господи, ужасное словосочетание. Аутсорсинг рекрутинга. Вот. А потом взяли и написали робота, который ищет по базе резюме, анализирует их, смотрит, где не хватает какой-то информации. Они написали робота, который делает звонок. Представляете, вы берете трубку, вам говорят, «Здравствуйте, я робот Вера, разрешите пригласить вас на собеседование». И они делают до заполнения этого резюме и приглашают людей на собеседование. И все бы было ничего, но первые люди уже вышли на работу. Полностью подобранные роботами. Прикол. Вот. И это вещь, которая, ну, изменяет целый рынок. То есть раз, как бы, несколько тысяч человек остались без работы. А может, несколько десятков тысяч в стране, которые занимались рекрутингом. И я рассказал эту историю своему товарищу. Он говорит, вот смотри, у нас какая-то классная штука есть. Он говорит, слушай, ну, это... Вот мы, когда в детстве смотрели фильмы, нам, значит, показывали фильмы про будущее. И там показывали роботов, значит, которые заменят черновую работу. То есть там будут где-то, значит, дворниками, может, грузчиками, там, еще кем-то. А на самом-то деле все не так. И роботы заменяют интеллектуальную часть. Вот этот искусственный интеллект, который есть в этом роботе. Ну, к этому все идет. Он заменяет интеллектуальную часть. И мы все привыкли, что, допустим, там, какая-нибудь Facebook или Google. Компания анонсирует какую-то фантастическую вещь, там, не знаю, какой-нибудь суперавтомобиль, супертехнологию, там, космическая работа. И мы все понимаем, ну, да, это где-то вот там он Google, где-то там, когда это к нам придет. А когда я вижу, как компания, в которую мы инвестировали, там, по-моему, 10 миллионов рублей, то есть не очень большая сумма по меркам инвестиций. Вот здесь мы смотрели сегодня компании, которые больше денег потратили. Сделал прямо здесь и сейчас уже технологию, которая работает. Вот для меня это было столкновение с неожиданностью. И вот, ну, такое, как бы, определенное расширение границ моего мира. Круто. Слушай, а какая, ну, не знаю, там, новость, например, в 16-м году тебя как-то так поразила, там, порадовала, не знаю, восхитила, вот, там, простимулировала, не знаю, там. Вот я жду, когда для всех айтишников, знаешь, уберут вообще все налоги на 10 лет. Я скажу «Да!» Ну, так, наконец-то. Ну, кстати говоря, президент дал поручение, вчера бы вышел список поручений по итогам послания федеральному собранию, продлить льготы айтишников. Так что такая новость тоже была. Да. Но она была ожидаемая. И, на самом деле, для нас новость, как для фонда, это то, что мы сделали первый экзит, мы продали компанию за, там, почти полтора миллиарда рублей. То есть один из стартапов, который точно так же два с половиной года назад стоял на сцене и начинал работать с акселератором фри. Этим летом они продали компанию за 1,4 миллиарда рублей. Ну вот. Они в России продали инвесторам? В России продали. А кто, что за компания, что за покупатель? Покупатель – это структурное подразделение ФК-системы, то есть венчурное подразделение ФК-системы. То есть в Альфа-банк ушло куда-нибудь? Нет, это ФК, это система МТС. А, МТС. То есть там есть венчурный фонд, который инвестирует в такие проекты. Слушай, а какой сейчас тренд? Вот так вот, много как бы стартапов, да? То есть каждый занимается, там, каким-то своим вектором. Вообще вот рекомендации, чем сейчас лучше заниматься, чтобы быть в тренде? Или как минимум, чтобы иметь перспективы попасть в акселератор фри? Слушайте, ну, на самом деле я вот последние полтора года, там, два года, я говорю искусственный интеллект, машинное обучение или там то, что в целом называется большие данные. И этот рынок, он еще очень далек от насыщения. То есть если вы хотите делать свой стартап, если вы хотите инвестировать деньги, еще ближайшие лет пять можно будет в это инвестировать, даже лет семь, наверное, в это инвестировать и начинать свой стартап в любой нише. Ну, чтобы было понятно вообще, про что я говорю. То есть есть машинное обучение для машинного обучения. Ну, вот тут типа анализ данных, то, что делает Яндекс, Гугл. И они потом продают какие-то данные. Но, если мы берем машинное обучение и применяем его в какой-то традиционной отрасли, например, сельское хозяйство, энергетика, ну, там, не знаю, машиностроение, что-то еще. И с помощью инструментов, которые позволяют делать искусственный интеллект, повышаем производительность, например, на 10%. Что это означает? Это означает, что Россия может собрать не 130 миллионов тонн зерна, да, по-моему, в этом году урожай, а, ну, плюс 30, плюс 10% это получается, там, ну, чуть-чуть больше. На 13 миллионов, со 43. Да, да, да. И, а на самом деле эта цифра, что означает? То есть 30 миллионов тонн зерна, то есть Россия потребность 100 миллионов, 30 миллионов продали примерно за 18 миллиардов долларов. Да, а экспорт зерна это почти на уровне, даже чем если дожил. То есть можно было бы не на, там, не на 18, а на 25 примерно продать. То есть 7 миллиардов долларов. То есть просто один рынок применения одной технологии. Ну да. И таких рынков их очень много. Они в энергетике, мы видим, в транспорте огромный потенциал. И вот я призываю просто всех делать стартапы и вкладывать деньги в это. Значит, вторая технология, которая связана с технологией больших данных и то, что сейчас активно развивается, интернет вещей. На самом деле все говорят, ну, интернет вещей. Интернет вещей. А что же за хрень-то это такая интернет вещей? Да, да. На самом деле нет никакого интернет вещей. То есть интернет вещей – это довольно простые штуки. Это датчики температуры, давления, присутствие-отсутствие. А как бы деньги начинают зарабатываться на основе анализа данных из этих датчиков. Почему я говорю там вот эти вот искусственный интеллект, например, в сельском хозяйстве? Просто на основе анализа того, где как бы какая влажность, где какая-то температура, можно по-разному заниматься удобрением и уходом за растениями. Это вторая ниша. Третья ниша – это медицина. То есть это хай-тек медицина. Мы видим очень много интересных проектов, в которые мы инвестируем, связанные на стыке медицины и IT. Там очень много математики сейчас в IT. Можно делать анализ генов, можно делать анализ изображений на очень хорошем математическом уровне. И четвертая ниша – это виртуальная реальность или дополненная реальность. Причем виртуальная реальность, она, понятно, имеет свои ниши, применяется игровая и образовательная. Опять же, связи с образовательным рынком, который я говорил, что он тоже очень перспективный. Но значительно больший рынок – это дополненная реальность. Когда у вас есть окружающая вас жизнь, и на нее накладывается различная информация через очки, через какие-то шлемы дополненной реальности. И она позволяет делать совершенно другие вещи. Она позволяет изменить, например, полностью эксплуатацию для нефтяных компаний или еще для крупных инфраструктурных объектов. Когда, например, сервисный инженер подходит к какому-то сложному узлу и агрегату, и ему все сразу размечается, все сразу показывается, что ему нужно делать с этим объектом. Завернуть, развернуть. Такая инфографика интерактивная. Да, то есть фактически окружающий мир для тебя становится с подсказками. Я представляю, девушка едет на машине, тебе прокол колеса, ей там голос говорит, ты знаешь, что делать? Нет. Капот открывается, проекция – выйди на улицу. Такая выходит, голос такой – смотри слева направо. Такая – вставь палец туда. Нет, это ведь не так. Там все значительно интереснее. Ей скажут – выйди и посмотри на машину. Она посмотрит, а теперь там, где красный крестик, а там же все будет подсказано, все видно как. А все, ну, на порядок становится проще. А, кстати, прикольно. Это то же самое, что ты поднимаешь капот и он к инфографику. Здесь аккумулятор. Здесь, ну, просто даже сейчас же легко, правильно? Сам можешь все починить, все, что хочешь. Конечно, конечно. Тебе больше не нужно быть специалистом в любой сфере. В любой сфере. Я тут стартап только что один придумал. Вот сейчас говоришь, я придумаю стартап. Я в конце его скажу, какая у меня идея возникла. Окей, скажи, разочарование года. Вот прям вот досада-досада. Прям разочаровалась аж жуть как. Еще нет никаких разочарований, все хорошо. Ну, слава богу. Вот видите, друзья, в нашей стране в 16-м году у Кирилла не было разочарования. Все почему? Потому что мы живем в таких адских условиях, по сути, что, в принципе, нас разочаровывать особо мало чего может. Да ладно, вы адские. Нет, не адские. У нас отлично, Москва отличный город для проживания. Нет, Москва отличный. Я еще про климат хотел сказать. Когда четыре сезона и так метет, скажи, пожалуйста, сезоны, страны, города. Вот чем в России лучше айтишником работать или стартапером, чем, например, в Кремниевой долине, в Штатах? Чем лучше? Ну, я могу серьезно ответить, могу не серьезно ответить. Давай и так, и так. А как вначале лучше? Вначале лучше серьезно или не серьезно? Давай серьезно. Ну, если серьезно, то Россия признанный, как сказать, признанный пул, признанная территория и страна, где довольно много талантливых инженеров. То есть наши программисты, их технический уровень, их техническая экспертиза, они признаются во всем мире. И когда ты приезжаешь в Силиконовую долину и говоришь, там у меня стартапы в России, у меня инженеры в России, но я буду продавать свои услуги здесь. Они говорят, окей, это классно. Потому что они понимают, что там, скорее всего, есть хорошие технологии и это, скорее всего, не очень дорого, потому что программисты в России. Второй серьезный ответ – это то, что в России рынок сильно более разряжен, то есть довольно много свободных ниш, в которые можно входить, делать свой проект, зарабатывать деньги. И там в той же, например, долине, там, в общем, все очень плотно так вот тыкано стартапами, там не так просто найти себе нишу. Ну, конечно. Вот. Если говорить несерьезно, да? Ну, да. Это вторая часть. Чуть у Маркада пройдет. То, ну, я вообще не понимаю, как они там живут. То есть у них там в той же долине, например, ну, во-первых, ужасная еда. Это факт. Это вообще жесть. То есть она какая-то вся, значит… Блестящая. Когда приходишь в супермарк, ты берешь помидоры, а он зеркальный или яблоко. Она генномодифицированная, она, значит, черти с чем, а то, что как бы не генномодифицированная, в том очень много сахара. Ну, да. Знаете, в чем прикол там, я еще обижу твою мысль. Ну, так, у меня компания, в том числе, в Штатах находится, и вот я, конечно, думаю, блин, где же мне жить, где же мне жить. Вот я вот мучаюсь. Мне кажется, русские люди все время мучаются, где же им, где-то там, куда-то нужно, куда-то нас несет. Я думаю, Америка, но ведь жрать невозможно, нечего. То есть, я когда ехал в Лас-Вегас, я увидел там пастбище в сотне гектар, я понимаю, что вот там вот телята рождаются, а здесь у них скотобойня. И вот эти вот окорока, которые американские беспорожилки, думаю, почему? А они стоят. Ну, коровы, они просто стоят. То есть, там нет какой-то лужайки зеленые, там просто земля, они стоят, их питают комбикорм, накачивают белком каким-то. Они тоже генномодифицированы. Они генномодифицированы, конечно. И вот такие румяные куски мяса нам тут подают рассказ, это из Америки, стейк. Я говорил, я понял, что есть невозможная еда. Даже био, которое написано, это означает, что в ней не до ГМО. То есть, в ней вроде как есть ГМО, но не столько, сколько в тех, которые прям зеркальные, аж поражение видно. Чувствую, я попал так куда-то в жилую точку. Вообще, в жилую точку. Нет, для меня это было якорным то, почему не жить в Америке. Второе, значит, жилье очень дорогое. То есть, там в долине, ну вот, комната с койкой стоит 3 тысячи долларов. Ну, 3 тысячи, да. Комната с койкой, это не квартира, это не отдельный апартмент. Ну и девушки, там тоже беда. Это катастрофа. То есть, девушек красивых там тоже нет. Я скажу, более того, мы когда поехали в Лас-Вегас, ну мы тут думали, вот часто мы там оторвемся, как во всех фильмах. Вы знаете, ребят, мне это напомнило, наверное, 90-е годы, город Саратов, концерт группы «Руки вверх». И вот, когда там вот эти девушки скачут, прыгают, тут не пойми какие. Ладно, ты не обижай Саратов. Нет, я говорю, 90-й год, город Саратов, то есть, это и... То есть, вот тот прикид, я не к тому, что город. Ты понимаешь, в чем я говорю. Там все плохо со всем. С девушками все очень плохо. В итоге я придумал, значит, концепцию, как надо делать. Надо начинать стартап здесь, и уже вот ты, когда чувствуешь, что ты готов потенциально раскатать свой стартап по всему миру, то есть, ты уже попробовал несколько стран, у тебя получилось что-то. Ну, ты тогда берешь рюкзак, грузишь туда тушенку, берешь с собой жену, палатку, приезжаешь в Калифорнию... Кстати, у них это развито, кемпинг вообще не ходишь. А там кругом эти кемпинги. То есть, и не просто, в том числе, хочешь палатку, ставь, тебя не трой. Тут у нас поставишь палатку и тут же выгонят. Почему-то якобы нельзя.